Добрый день, дорогой коллега! С вами Александр Куртеев и в этом видео мы рассмотрим возможности тренингов на платформе Schoolmaster. Возможностей у нас большое количество, поэтому я их сгруппировал по отдельным категориям. Итак, начнем по порядку. Возможности внешнего вида. Это одна из главных болей, которая у нас была при создании платформы Schoolmaster, то есть к чему мы стремились, чтобы были гибкие возможности настройки внешнего вида. Какая проблема на сервисах, которую испытывали именно мы? Она связана с тем, что все аккаунты на сервисе выглядят как на одно лицо. Пользователь заходит, ага, этот сидит на этом сервисе, понятно все. И все одинаковые, все под копирку сделаны. Нас это не устраивало, мы хотели отличаться. Поэтому у нас имеются различные возможности для оформления, для презентации вашей онлайн-школы. Первый пункт, который стоит осветить отдельно, это гостевой доступ. То есть пользователь может просто зайти на ваш сайт и уже что-то посмотреть, не регистрируясь, не авторизуясь. Вот так, например, выглядит главная страница нашего демо-сайта. Она красиво оформлена, пользователь может зайти и, например, начать просматривать какой-нибудь тренинг. Регистрироваться пользователю для начала просмотра бесплатного тренинга или нет, мы об этом с вами еще поговорим. Итак, гостевой доступ. Настройка главной страницы. То есть можно с помощью виджетов красиво оформлять главную страницу. Вы можете вывести и показать пользователям страницу с тренингами. То есть отдельная страница с тренингами, отдельный пункт меню. Или можете вывести тренинги на главной странице с помощью виджетов. У тренингов у нас имеется фильтрация. Если у вас большое количество тренингов, то вы можете предоставить пользователю возможность отфильтровать по категории, по автору, по платности. Фильтрация у нас может быть в три колонки. То есть если выбраны все три фильтра по платности, по категории, по авторам. Или мы можем, например, сделать фильтрацию только по платности. Вот таким видом. Далее. Мы можем выводить тренинги в две или в три колонки. На данный момент тренинги выведены в две колонки. У каждого тренинга выводится дополнительная информация. Причем мы сами определяем, какая информация будет выводиться, а какая не будет. Посмотрим. Вводится заголовок, автор, описание, стоимость. Стоимость мы пишем вручную, самостоятельно. Например, от 9900 рублей. Изображение. Продолжительность. Продолжительность можно как считать автоматически на основе продолжительности каждого урока, так и написать вручную. Например, один год. Количество уроков. Также можно считать автоматически или можно написать вручную. Для чего это нужно? Иногда бывает в курсе дополнительно приложена база знаний. И считать отдельный материал базы знаний за уроком не очень правильно. Поэтому иногда можно написать вручную. Сложность курса. Дата начала. Дополнительно настраиваются кнопки у каждого курса. Если курс бесплатный, будет кнопка «Начать просмотр». Если курс платный, вы можете настроить кнопки. Например, одна кнопка будет ввести на покупку или на список тарифов. Другая кнопка может ввести на лендинг. То есть кнопки настраиваются гибко. Кроме этого, у нас настраивается внешний вид тренинга и уроков. Давайте посмотрим. Допустим, у нас есть краткий вид. Если мы зайдем в базовый курс триатлониста, то мы видим следующее оформление. Справа у нас виджет, в котором написано название курса. Если мы авторизуемся, здесь будет прогресс. Слева у нас находятся уроки. Дополнительно сюда мы можем выводить еще другие виджеты. Например, информация о телеграм-канале или как расписание. Если вы хотите придать внушительности вашему курсу, сделать так, чтобы он отличался по внешнему виду от других, например, есть маленький курс и есть большой, то мы можем загрузить большую обложку. В этом случае курс будет выглядеть следующим образом. Вверху большая обложка, заголовок переезжает. Также контент у нас может выводиться в области контента или может быть на всю ширину, если вам нужно сделать так, чтобы был большой плеер. Кроме этого, так как платформа находится у вас на хостинге, вы можете, в принципе, изменить весь дизайн. Для этого вам понадобится знание CSS и HTML или можно нанять верстальщика. Но такая возможность присутствует, в отличие от сервисов, на которых, к сожалению, не изменить дизайн целиком. Пример. Вот так выглядит сайт одного из наших клиентов университета Каина по созданию игр. Итак, возможности внешнего вида рассмотрели. Идем дальше. Идем дальше.